Меня зовут Орешкин Эдуард, хотел бы представить нашу компанию Докогенной технологии, компания селекционно-семеноводческая, полного цикла Что это подразумевает под собой? Это полное развитие семян в полном цикле То есть начиная от развития растений в пробирках, тепличный комплекс по производству мини-клубней И соответственно выращивание в коммерческих объемах На сегодняшний момент мы производим порядка 3 миллионов мини-клубней и планируем увеличиваться В этом сезоне будут построены теплицы и выходить на емкие объемы по производству На этом мы не планируем останавливаться и увеличивать объем На текущий момент объем производства семенного материала порядка 10 тысяч тонн Которые реализуются в фермерские хозяйства И мы имеем достаточно широкую линейку сортов, которая подходит не только под конкретные регионы Но и та линейка, которая достаточно экологически пластична Мы очень благодарны Николаю Николаевичу за то, что предоставил нам возможность произвести посадки и показать наш семенной материал И здесь у нас представлены следующие сорта Как нашей селекции, так и шотландской селекции, по которой мы работаем в стране на эксклюзивных правах И приобрести их можно только у нас В южных регионах, например, сорт Прайм будет пользоваться чуть меньшим спросом Но однако на вторую вегетацию он все равно будет проходить и устраивать однозначно Сорт Прайм самый лидер наших продаж, самый объемный сорт Порядка трех тысяч тонн уже в этом сезоне, в прошедшем мы там реализовали Этот сорт отличается тем, что у него достаточно консервативная закладка для такого позднего сорта Порядка 17 клубней Выраженная желтая мякоть, очень подходит для мойки Длительный период хранения Он устойчив, смотрю на коллег Наверное, мы, может быть, вторые по устойчивости к вирусу Y Сейчас не будем спорить, не то место Но сорт очень устойчивый к вирусу Вы этот сорт сможете размножать очень длительный период времени Если, конечно, чем-то там другим не заразите, да? Но сорт держит вирус Y Он устойчив к фитофторозу, высокая очень устойчивость И самое интересное, когда вы выходите именно на уборку У вас все клубни будут одинакового размера У него не будет мелкой фракции, вы не потеряете в земле ничем В государственном реестре большое количество сортов Но в действительности работает всего примерно 40-50, может быть, 60 Которые занимают самые емкие объемы И наша линейка, она, конечно же, достаточно широкая И вот этот сорт вытягивает самые большие объемы Мы считаем, он будет лидером Мы считаем, что он займет достойное место в этом рейтинге 60 сортов из 400 То есть, который действительно будет пользоваться спросом Который будет занимать самые удобные позиции для фермера Который фермер будет именно с ним работать То есть, это сорт, который предназначен для того, чтобы получать высокую урожайность И у нас здесь представлена одна из новинок Это сорт Атлетик Достаточно неплохо себя зарекомендовал уже на этапе сегодняшней реализации Сегодняшней вегетации То есть, коммерческие объемы были реализованы вот в этом первом году Значит, чем интересен сорт? Во-первых, период вегетации порядка 70-80 дней Даже можно опираться на цифру 70 Очень равномерное развитие клубней Если вы подойдете и посмотрите там даже на тот же реал Сверху здесь более крупные Здесь вот тут помельче Вот этот опять крупный, мелкий Здесь они почти все одинаковые Он закладывает клубни, они все равномерно развиваются Сорт устойчив к брузинку, к фитофторозу Порядок, количество клубней 10-12 Очень хорошо лежит, легкий сорт И самое интересное, что действительно вот в южных регионах Он показывает более интенсивное развитие То есть, он быстрее и мы надеемся, что его по достоинству оценят И он составит даже, наверное, серьезную конкуренцию сорту Сорту Ластрада, понял? Не чуть-чуть, чуть-чуть Прошу прощения, уже начинают подгонять, поэтому ускоряюсь Сорт реал, ранний сорт 55 дней 5-6 клубней Очень интенсивно развивается Быстро Выходит на товарную массу Устойчив к вирусам Очень устойчив И устойчив как к бактериозам, так и к грибам Данный сорт тоже Очень хорошо востребован Именно для ранней уборки Урожайность Краснодар, вот то, что мы видели На объемных посадках Порядка 50-55 тонн Сорт Кармен Уже достаточно широко известен В стране Один из лидеров наших продаж Сорт очень яркий И как мне говорили наши коллеги Очень похож на цыганскую юбку То есть он яркий, эффектный У нее желтая мякоть У нее действительно Серьезная востребовательность на рынке На рынке я имею ввиду именно рыночная продажа Если мы с вами будем говорить О столовых продажах Сетевые магазины То есть два сорта Фламинго и Кармен Могут между собой поспорить Но на рынках именно этот сорт Просто разрывает За ним очереди Порядка 15 клубней Период вегетации в районе 70 дней 75 И сорт достаточно Неплохо показывает Объемы по урожайности 65-70 тонн На нем фиксировалось Но с учетом полива Сорт отзывчив на полив 17 клубней Тяжелее немножко вынести Сорт фламинго Тоже топ сорт номер один наших продаж Порядка двух с половиной То есть тысяч тонн реализации Сорт пластиковый Совершенно не восприимчив К бактериозам К грибам Это не говорит о том Что не нужно обрабатывать Но сорт действительно занимает Такую серьезную нишу Сорта которой Ко всему готов Сорт длительного хранения До июля у вас будет лежать в складах Идеальный сорт для сетевых магазинов Потому что Сетям не настолько прицепиальный цвет Но вы с этим сортом можете пройти Весь сезон продаж Сейчас предоставилась мне Вот первую возможность Ознакомиться с сортами Компания Малянов Агрегрупп Мы здесь на Ростовской земле Давно работаем Сотрудничаем То есть сами производим Сами поставляем Хочу вам предоставить первый сорт Сорт Сивим Который уже проходил Много лет испытания Вот на этой земле В Ростовской области В соседних Ставропольских районах И уже на сегодняшний день Благодаря вот таким испытаниям Он уже занял свое место Почему? Потому что отвечает Современным требованиям Которым мы с вами подвергаемся Прежде всего Природно-климатическим испытаниям То есть много сортов Но они не все выдерживают Как любой живой организм Вот эти испытания А вот этот сорт На сегодняшний день Достойно переносит Продолжительный период Высоких температур И мы с вами Можем посмотреть Как выглядит Бадба Бадба огромная За счет этой мощной Бадве Создается микроклимат Под кустом И благодаря этому Данный сорт Легче переносит По сравнению с другими сортами Вот такие условия Чем же особен этот сорт Прежде всего Он Среднеспелый Второе Особенно этот сорт Округлые клубни Потому что Мы сами прекрасно знаем Что каждый год Наш рынок требует То круглые клубни То удлиненные клубни Возможно когда-то Потребуются и квадратные клубни Но мы Производители семян Должны быть к этим Требованиям готовы И предлагать Для рынка Те сорта Которые Должны отвечать Этим требованиям Первый сорт Среднеспелый Второй Закладывает мало клубней С одного куста От 6 до 8 штук Но это позволяет Получить Максимум товарности Плюс 50 До 90 Процента Поэтому Если Когда мы начинаем Работать нашими Покупателями Мы говорим Для каких целей Вы хотите использовать Данный сорт Исходя из этого Мы сужаем выбор Нашего покупателя И даем Максимальной информации Чтоб меньше ошибиться При выборе сортов Новых сортов Потому что эти сорта Сегодняшняя и завтрашняя Поэтому мы можем Сказать Что этот сорт Заслуживает свое внимание Следующий сорт Это уже новинка Российской селекции Гордость Компании Малянов Агрогрупп Потому что Автором этого сорта Является сам Малянов Владимир Дмитриевич Этот сорт уже прошел Испытание Многих Стал лауреатом Многих выставок И дана В первую очередь Высокая оценка Кусовым качествам Таких престижных Московских выставках Высокая дана Оценка Качества клубни Мы с вами это видим И самое третье Что в этом году Уже пошли Коммерческие испытания Этого сорта Он уже включен Государственный реестр И проходит Такие вот Прошел уже И проходят Жесткие испытания Природно-климатические Испытания И уже Ведущие Фермерское хозяйство Астраханские области Дают высокую оценку Этому сорту То есть Надеюсь Что в хозяйстве На будущий год У нашего Николая Николаевича Сорт уже При желании Будет уже Не вот на демоиспытаниях А уже Коммерческие испытания И мы уже Можем увидеть его Как Насколько он Имея одну особенность Этого клубня Высокоустойчивым Механическим повреждением Что именно Из-за Дефицита У нас Рабочих Руд Мы уже должны Подбирать Те сорта Которые Имеют Хорошую Источность Механическим Повреждениям И при этом Не теряют Конечно Свои Качественные Показатели Но пока На сегодняшний день Этот сорт Лидирует В этом направлении Следующий сорт Вот коллеги Уже Много вопроса Задавали А почему так Вот какой-то Нетрадиционная Как цифры А22 Уважаемые коллеги Это на сегодняшний день Проходит Предрегистрационные Испытания Этот сорт Наша задача Выбрать Те сорта Которые отвечают Как бы требованиям Рынок хочет От нас Сегодня Ультра ранние сорта На сегодняшний день Их очень мало И Которые отвечали бы Современные тревения Я вот вчера Приехал Первым делом Удивился Я думаю Что же здесь Может быть Когда в принципе Бадба уже лежит А когда мы копнули Приятно удивили Что сорт Можно отнести С уверенностью Очень ранней Группе спелости Вот смотрите Да Бадбы нет Вот здесь Практически Ну 85-90% Товарности И Смотрите Какого качества Клубни Ну естественно Это еще Как бы первый год Мы продолжим Это испытание Я думаю Сергей Алексеевич Даст Еще Своё видение По этому сорту Если он скажет Что есть смысл На этот сорт Обратить внимание Мы конечно На будущем Его подадим На госиспытании Но это сорт Скажем не завтрашнего дня Даже Пусть и завтрашнего дня Но пока Смотрите сами Российской селекции Все таки Ведется огромная работа И я думаю Есть Удержаться И предложить Нашему рынку Достойные сорта Отвечающим Многим требованиям Следующий сорт Саньява Этот сорт Тоже же Зарегистрированный Уже не первый год Здесь Проходит испытание Но Пока Он Чем же может Привлечь внимание На самом деле Сорта Должны быть Иметь Разносторонние Особенности Особенность этого сорта Он относится Среднеспелой Группе спелости Внешний вид клубни Идеально выровненный И Глазки Противной поверхности Это как бы Да Среднеспелый сорт И У него Очень высокая Однородность Клубней Еще один Огромный Важный плюс Убирая Этот картофель Можно Длительный Период хранить То есть Те Хозяйства Которые Убирают Свой картофель И планируют Его Поздний срок Реализовать То в этом Случае Среди сортов Представленной Нашей компанией Этот сорт Будет лидировать И еще Дана Высокая оценка Этому сорту Нашими Переработчиками Которые Моют И чистят Картофель Вот этот Данный Сорт Картофеля Долго Хранится Не теряя Свои Качественные Показатели Уважаемые Коллеги Еще раз Приветствуем У нас Здесь Представлены Два сорта Компании Малянов Агрегрупп Это сорта Российской Селекции Начнем с вами Сорт Альва Средние Ранние Группы Спелости Сорт На сегодняшний День Очень Мы видим Красивая Кожура Цвет Высокый Потенциал Урожайности Среди Российских Сортов Мы Со своей Стороны Проводили Испытания Отдавали Порядка Десяти Гибридов На Пригодность Переработки На фри Среди Всех Показал Наивысшую Пригодность Сорт Альва На сегодняшний День Проводятся Испытания Заводом На пригодность К переработке И мы В общем-то Планируем Что Как столовые Качества Так и Пригодность На фри Будут Хорошие На сегодняшний День Проходит Государственное Испытание Второго Года Вот Селекционером Является Компания Малянов Агрогрупп Следующий Сорт Сорт Гелия Обратите Внимание На Его Цвет Мякоти Это Светлая Мякоть На сегодняшний День Мы видим Что есть Спрос На Светлую Мякоть Высокий Потенциал Урожайности У сорта Также В общем-то Средняя Ранней Группой Спелости Сорт С высоким Потенциалом Урожайности Отличные Вкусовые Качества Высокое Содержание Сухих Веществ Сорт Находится На Первом Годе Испытаний Сортов Реестре Вот Эти два Сорта И Джулия На сегодняшний День Представляют Линейку Российских Сортов Компании Мак Обратите Внимание Что Нашей Задачей Основной Является Высокие Качества Российской Селекции Так Чтобы Она Не уступала На сегодняшний День Высоким Принятым Стандартам Рассмотреть Это Как раз Данное Состояние Картофеля Показывает Что Это Отличный Сорт Для Столового Потребления Здесь Загущены Загущены Посадки Сорт Готов К уборке Можно Выкапывать И все Картофель Будет Товарный Сорт Очень Хорошо Устойчив К вирусам Фитофтория И Кризактониозам По Характеристикам Сорт Считается Как Средне Ранний Но На 55 День Вегетации После Всходов Вот Видите Какое Состояние То есть Показывает Отличные Столовые Качества Следующая Наша Новинка Ранние Сорта С которыми Мы выходим На Российский Рынок Это Сорт Наталия И Сорт Прада Считаются Ранние И ультра Ранние От 55 Дней Срок Развития Сейчас Также Вы Видите Хорошее Состояние Сорта Устойчивые К вирусам Устойчивые К бактериалке И устойчивые К уже Упомянутым Сегодня Николай Николаевичем Нематодам То есть Были такие Прецеденты И Классика Нашей Линейки Сортов Это Бельмонда Средний Ранний Сорт На сегодняшний День Имеет Вот такое Состояние Формирует Абсолютно Равномерные Клубни Еще Дайте им 15-20 Дней И урожайность Будет Как минимум 60 тонн С гектара Сорт Устойчивый К фитовторе Устойчивый К стрессам И устойчивый К жаре Не образует Вторичного Роста Правда в этом Есть То есть С галой Действительно Проще Наверное Заниматься Во вторую Посадку Но для меня Честно Я вам скажу Принципиально Отличия Как для Селекционера И семеновода Нет Сорт У нас Средний Ранний Это Овальная Форма Клубня Светло Гладкая Кожура Желтая Мякоть Сорт Столовый Где-то Порядка До 12 Процентов Крахмала Сухого Вещества Добирает До 18 Процентов Даже Чуть Бывает Побольше Вот Сорт Очень Пригоден И для Мойки И для Фасовки И для Варки И для Жарки Очень Универсален Сорт Для Частности Почему Под такой Популярностью Пользуется Потому что Скажем так Оптический вид Этого сорта Не превзойденный То есть На данный момент На мой взгляд Более оптического Привлекательного вида Картофеля Сложно найти Вот Я уж не буду Говорить О других Сортах Вот Сорт Очень стабилен Который Дает стабильный Результат И всегда На рынке Многие знают Гала торгуется На рубль На два Всегда дороже Вот Это не секрет Для всех Это известный Факт Тип Варки У сорта Б Сорт Довольно устойчив К клубневой Форме Фитоптороза Среднеустойчивый Сорт По Листовой Форме Фитоптороза Нужно обращать Внимание У него 6,5 баллов Устойчивость По альтернарии Это если Мы говорим Привегитацию У сорта Средний Период Естественного Покоя То есть он Довольно рано Ну не довольно рано Но просыпается Весной Очень дружно Если кто-то Занимается Галой Знаете что Сходы на галы Довольно дружные Вот Хранится Очень долго Что еще Про сорт Сказать Ну собственно По технологии Да Почему мы На этом поле То есть Это одно Из немногих Полей В Ростовской Области Где именно Выращивают Галу Весеннюю Посадку Вот Для того Чтобы Как говорится Ваши опасения Немножко Нивелировать Я соответственно Попросил Сергея Алексеевича Показать его поле То есть Это весенняя Посадка Галлы Семенной материал Это первая Репродукция Привезенная Это именно Сталдомского района Это северный Северный район Подмосковья Вот Сорт Тоже попал Под заморозки Вот И на две волны Похолодания То есть Довольно Средние сроки Посадки Был высажен Но тем не менее Вот такой вот Результат Что нужно сделать Для того Чтобы вырастить Галлу Крупную Здесь вот На данный момент Мы выкопали вам 5 метров квадратных Здесь Биологическая урожайность На данный момент Составляет То есть у нас Где-то 60 дней Вегетации На данный момент Составляет порядка Почти уже Около 50 тонн Вот Чтобы нам с вами Чтобы вам Нам с вами Вырастить Крупную галлу Галла Еще и немножко Хочу рассказать Предысторию В Европе Считается Ранним сортом И честно скажу вам Зарегистрировано В нашем реестре Сортов Как ранний сорт Ну Не стали его Как-то Наверное проверять В Европе Задача Угал И другие Рынок Другой То есть Ее получили Скуриное яйцо Сожгли ботву Ее помыли Уфасовали Уфасовку сделали В килограмм И соответственно Ее Так потребляют Ребята Вам интересно Нет? Давайте послушаем Я расскажу Да Соответственно Наш рынок Немножко другой У нас рынок Довольно крупного Картофеля То есть Самая дорогая фракция Это первый сорт У которой идет 50 плюс Калибровка Вот Для того Чтобы нам галу С вами вытащить В эту фракционность Ну да Нужно немножко Потрудиться И поработать Вот Основная задача Какая Накормить галу Вовремя азотом То есть Если мы с вами Закладываем программу Урожайности 50 тонн плюс Соответственно Если мы с вами Даем калий 300-350 ДВ действующего вещества Если мы с вами Даем фосфор Порядка там 100-140 килограмм Действующего вещества То на урожайность 50 плюс То есть и на большой процент Выхода фракции Именно 50 тонн И выхода фракции 50 плюс Мы с вами должны Заложить На орошаемых участках С учетом промывного режима Азота Около 250 килограмм Действующего вещества Азота Да Норма довольно большая Дозировка довольно большая Но азот Нужно очень грамотно Распределить То есть 2 трети азота Мы с вами Даем это Перед посадкой Во время посадки Я говорю о классических схемах Производства Под гребни бросаем Одну треть азота Это килограмм 60 А то и до 70 Мы с вами Оставляем на подкормке Кто-то кормит Через вертигацию Кто-то кормит Через опрыскатель Но Я хочу вам сказать Основным сигналом Галы О том Что пора Ей завершать Вегетационный период Она по сроку Созреванием На средней ранее Это 75-85 дней По нашей классификации Как правило Гала где-то В 80 днях Находится Является Недостаток азота Для того Чтобы Эта программа В ней не сработала Азотное питание Должно быть постоянное И начиная С периода Бутанизации Галу Обязательно Мы кормим азотом Кормим азотом Перекормить Галу азотом В тех рамках Которые я вам Озвучил Практически Невозможно То есть Гала азота Перерабатывающая станция Это один из Немногих сортов На рынке Который спокойно Относится К высоким дозам азота Его перерабатывает И соответственно Спускает в урожай Как вы знаете Гала довольно много Закладывает клубни Это порядка Около 20 Иногда бывает и 25 У кого-то бывает до 30 И для того Чтобы нам с вами Основное количество клубней Которое нас заложило Выкачать Фракцию 50 плюс И продать По самой дорогой цене Нужно ее постоянно Кормить азотом Классическая форма Начиная С периода Бутонизации Заправляем Карбамид Вопрызгатель Работаем Поздно Вечером Ночью И раз в неделю Работаем Работаем В дозировке 5-7 кг Действующего вещества На минимум 300 литров Рабочего раствора Можете совмещать С вашими фунгицидами И инсектицидами Эта программа Должна быть Заложена Стабильно За неделю Гала 7 кг Действующего вещества Скушает Переработает И спустит вниз Соответственно Спустит вниз И будет наливать С вами клубни Сергей Алексеевич Мы с этой темой Давно обсудили Уже вот Второй или третий год Он занимается Галой Именно весеннюю посадку Результат хороший Получается По итогу Еще клубни Очень крепко Держатся к столонам То есть Это говорит о том Что нет сигнала О том Что период вегетации Нужно завершать То есть Вчера провели Еще одну Азотную подкорку Плюс Сергей Алексеевич Тут применяет Чудо-средство От компании Полидона Он вам расскажет Наверное Об этом чуть попозже Которое Способствовало Снятию стресса На мой взгляд Не дало Возможность На стресс Отреагировать Заложить вторую волну Вторую волну Клубней То есть Здесь довольно Выровненная фракция И вот фракция 45 плюс Через пару дней Перейдет в фракцию 50 Вот фракция 50 45 плюс И соответственно То что пониже То есть Мы с вами получим Грубо говоря Через неделю Здесь фракция Которая здесь лежит 45 Уйдет 50 И еще здесь Вегетировать Этому картофелю Минимумно Недели две А то и три Да Сергеевич А то и три Вот То есть Потенциал Очень высокий Поэтому И Собственно Собрали здесь Для того Чтобы вам Объяснить Что Гала Сорт Который Очень четко Реагирует На недостаток Азота И если она Среагировала Если кто-то В классической форме Выращивал Вы обратили внимание Что после цветения Гала Резко теряет свет То есть У него прям Хлоротичность Появляется И этот процесс Уже к сожалению Довольно сложно Остановить То есть Это надо работать Превентивно То есть У вас должна быть Заложена программа По азотному питанию Но еще раз повторяюсь При балансе Фосфора и калия То есть Это не значит Что она только На одном азоте У вас вырастет У вас не будет проблем Если у вас есть Баланс фосфора и калия То дозировки азота Не влияет Ни на хранение Ни на что То есть Только увеличивает Ваш Скажем Ваш потенциал Урожая И потенциал Финансовой выручки С гектара Вот Прекращаем Кормить азотом За две недели До диссекации То есть За две недели До диссекации Азот Перестаем подавать И за две Недели Соответственно Она все спустит вниз Упакует И в хранилище Абсолютно Никаких вопросов Не будет Ну и Еще хочу сказать У галлы Три основных момента Получения Стабильного Высока урожая Это сорт Который не любит Загущение То есть Мы разреживаем Посадки С вами Как правило На 10-15 Процентов То есть Если мы говорим Про фракцию 45-55 Ну 50-55 Норма посадки Этого сорта Не должна превышать 40 тысяч растений На гектар Если более мелкая фракция Там 35-45 Ну это до 42-43 Да То есть Это невысокий Ей нужна площадь питания Чтобы она могла Вытащить Свой потенциал Это обязательно Грамотный И вовремя полив И соответственно Азотный подкорм Точка галлы То есть 50% Генетического материала Это от галлы По форме Обратите внимание Довольно очень похоже На галлу Тоже у нас Округло-овальная форма Клубня И честно Я вам скажу Что вот мы говорили По поводу галлы Что у многих Не получается Обратите внимание На вегу И на венди Эти сорта Кому тяжело С технологией Мы рекомендуем Заменить галлу На эти два сорта Эти сорта Более простые Менее трудоемкие Менее затратные Но с гарантированным Большим количеством Фракций 50 плюс Вега закладывает Где-то в пределах 14-15 клубни Под кустом В отличии от галлы Которые за 20-25 Может вам заложить И вы будете Довольно Ну у кого опыта нет Соответственно Будут довольно тяжелые Решения с этим сортом Поэтому есть Более простые варианты Вот вега и венди Эти сорта Закладывают Поменьше клубней Где-то в пределах Венди тоже 14-15-16 Но выход Фракционности 50 плюс На этих сортах Выше При меньших затратах Чем отличается Вега от венди На венди Надо азота Здесь побольше Пределах 140-160 Кг азота То есть во второй Период вегетации Одно-две подкорки По листу Ей нужно провести Для того чтобы Ее выкачать Вот венди Это самый-самый Самый практически Более 8 баллов По периоду Естественного покоя Самый сонный сорт Этот сорт будет лежать У вас Если температуру Будете сохранять 4 градуса До июня месяца Спокойно можете Ее продавать Также рекомендуем Ее прогревать Сорт довольно устойчив К листовой форме Фитофтороза К клубневой форме Фитофтороза Средняя устойчивость Пальтернарии Закладывает клубни На уровне Маточного клубня Мы всегда рекомендуем Гребень у вас Должен быть высокий Обязательно нужно Насыпать земли В пределах 16-18 сантиметров Над вашим Посадочным клубнем Над материалом Это один из Залогов успеха Получения Урожая 50 тонн плюс Иначе Возникают Большие проблемы Северная осетия Алания Представляем Селекционно-семеновочный центр Мы производим Микрорастения Мини клубни Выращиваем На высоте 2,5 тысячи Над уровнем моря Первое полевое поколение Супер-супер элиту Мы организовали Программу Которая Уже вот На протяжении Двух лет Работает Программа Подразумевает Передачу Супер-супер элиты В Северные регионы Нашей страны И На северо-западе Это Вологодская область Костромская Ярославская область Мы Производим Супер-элиту И элиту Таким образом У нас Организован Бизнес Мы понимаем Что Весь процесс В одних руках Это Сложно Удержать Качество И на сегодняшний день Стали на такой путь В линейке Наших сортов Это Вот я хочу Представить Наш старый Голландский Сорт Это Романо Пользуется Большим спросом У населения Просто Из-за Вкусовых Качеств Из-за Хорошей Лёжкости Конечно На вид он Не такой Презентабельный Но Многим Ещё нравится И Мы его Также Воспроизводим Потому что У нас У самих Организован Банк Здоровых Сортов Картофеля На высоте Также В горной местности В селении Верхний Сгид Там мы Поддерживаем Коллекцию Свыше 150 Сортов И В любое Время Мы можем Вводить В культуру Любой Сорт Который Хранится Высаживается В нашем Банке Значит Дальше Мы Занимаемся Сортом Ривьера Я думаю Здесь Присутствующим Не надо Представлять Этот сорт Он Как ранний Ему Пока Наверное Аналогов Ну Подтягивается Много Много Сортов Мы Делаем Ставку На Сорт Спринтер Это Собственная Селекция Совместно С Институтом Лорха Мы Сделали На него Ставку Мы Видим Сорт Прошел Оздоровление Буквально Два Года Назад На данном Участке Посажен Посажен На первое Полевое Поколение Просто Потому Что Сорт Пока В размножении Еще Нет Нет Еще Ни Супер Элиты Ни Элиты Мы Сорт Ранней Группы Спелости Делаем На него Такую Большую Ставку Потому Что Показывает Он Себя Очень Очень Даже Пластично К разным Жароустойчивый В первую Очередь Ботва Вы видите Как Держится Он Очень Устойчив И к Фитофторозу И к Альтернариозу И к Антракнозу Это Уже Проводили До этого Все Исследования Мы Совместно С Институтом Имени Лорха Далее Мы Представляем Также Сорт Леди Клер Мы Занимаемся Производством Этого Сорта И Производим Много Для Мини Клубней Для Переработчиков Наверное Основную Часть Леди Клер Которая Вообще В России Производится Это Мы Производим Мини Клубни Для Нее Как Мы Знаем В Ростовской Области Тоже Леди Клером Занимаются Потому Что Есть Поставщики На Азовский Чипсовый Завод Сорт Содон На сегодняшний День Уже Выходит На Большие Площади Это Наш Собственный Сорт Уже Уже Испытанный Урожайность Этого Сорта Высокая Там Бывали Уже И до Восьмидесяти Тон В Нижегородской Области Сорт Уже Обретает Популярность Мы Сейчас На самом Деле Хотим Понять Сорт Новый Хотим Понять Как На юге Он будет Себя Показывать Но На Северо-западе Сорт Себя Показал Очень Хорошо Отличные Вкусовые Качества Которые Естественно Сегодня Все Производители Начали Большое Внимание Уделять Именно Вкусовым Качествам Этот Сорт Ну С Очень Очень Хорошими Вкусовыми Качествами И Урожайностью Сорт Ред Скарлетт Я думаю Мы тоже Занимаемся Сортом Ред Скарлетта Выращиваем На Северо-западе Ну Я думаю Сорт Ред Скарлетт Все знают И Он В рекламе Не нуждается Спасибо Большое Да Компания Ваша Занимается Производством Оригинального Семенного Картофеля А вот Сейчас Очень Много На юге Урожай Северо-западе Космазар Северо-западе Северо-западе Второй Урожай Садят Для того Чтобы Получить Собственные Семена Ваша Компания Готова На сегодня День Начать Поставку Семенного Картофеля Класса Супер Для Чтобы Они Получили Летний Материал Собственный И Уже Получали На первых Просад По такой Семен Ну сегодня Как мы знаем Рынок Тоже Так Меняется Люди И Семенной Картофель Требует Качества Да Многие Жалуются На семенной Картофель Наверное Нам чуть-чуть Мы можем Это Можем Это делать Я думаю За этим В принципе Может быть И будущее Мы готовы Обсудить Мы готовы Обсудить И Я думаю Ну на самом деле Много Это Во-первых Логистика Она очень Дорого Сейчас стоит Уже И Люди Пытаются И Мы Мы вчера Видели Что На самом деле Вот Мы В соседней Организации Видели Что Свои Семена И они Очень достойного Качества То есть Люди Уже умеют Это делать И Наверное Может быть За этим И будущее Будет Мы Начинаем Презентацию Сортов Компании HBC Садокос Сорта Коломбо И Примабель Это сорта Ранней группы Спелости 65 дней С момента Всходов До момента Полной Биологической Зрелости Вы Скажете А что же он у вас Такой мелкий У меня то Намного лучше На поле И вы будете Абсолютно Правы Потому что Все сорта На этом поле Высажены В конце Марта Начале Апреля А потом Была Затяжная Весна И вы тоже Это знаете А потом В начале Мая Был мороз Когда Все всходы Были поражены Морозом И растению Потребовалось Дополнительно Сил Для того Чтобы Запустить Вегетативную Массу В работу Поэтому Сейчас Мы вам Выкопали От каждого Сорта По 5 Растений И показываем Вам объективную Картину Того Что сейчас Выросло На поле У вас Если у вас Не было Морозов И затяжной Весны Картина Естественно По той же Самой Коломбо И по той же Примабель Намного Лучше И веселее Потому что Вам повезло Итак Эти два Сорта Хорошо Известны Примабель Сорт На Премиальный Сегмент Она Красиво Хорошо Моется И пакуется По Вегетации Она Очень Похожа На Коломбо Но Коломбо Принципиально Отличается И тем Что Традиционный Сегмент Я имею Ввиду Рынок Когда К вам Приезжают Перекупщики И выкупают Большую Картошку Вот Как раз Коломбо Она Вот В этом Сегменте Хорошо Себя Чувствует Кожура У нее Не такая Яркая Как На Примабель Но Вместе С тем Сорт Очень Достойный И уникальный Своей Товарностью То есть Товарность Это Когда Вы Выкопали 45 тонн С гектара На Ральном Продукте Из них 40 Вы Благополучно Продали Вот Это Коломбо Я вам Рассказала Про Два Сорта Ранних Сейчас Мы Перейдем К Сорту Позднему Сорт Челленджер Он Хорошо Переносит С жару И Например В Центральной России На Сорте Челленджеры В нашей Линейке Получается Рекордный Урожай То есть Брянская Область Копает Челленджер Начиная От 90 Тонн С гектара То есть В нашей Линейке Это Самый Потенциальный Сорт Самой Большой Урожайностью К сожалению В период Вегетации В 110 120 Дней Могут Позволить Себе Только Люди Которые Живут В Южном Федеральном Округе Либо На юге Черноземья Именно Поэтому Сорт Челленджер Мы Видим У вас В регионах Для тех Кто Готов Работать С хранением Сорт Хорошо Сорт Использует Челленджер Для Производства Долик Кроме Этого Сорт Челленджер Хорошо Фасуется На премиальный Сегмент То есть В упаковке Домики Почему Мы вам Представляем Три Кустика Челленджера Чтобы Вы Увидели Что Размера Клубней Как У наших Конкурентов На делянке Вы пока Не видите Но Вместе С тем Товарность И закладка На клубнях Очевидна И То Что С этого Сорта Можно Ожидать Я думаю Вы сами Выводы Сделаете Следующий Сорт Который Мы Предлагаем Люсинда Люсинда Себя Попробовала В Ростовской Области Ей у вас Не понравилось Такое Тоже Бывает Ей Достаточно Тяжело Адаптироваться К вашей Экстремальной Температуре Поэтому Если Кому Нужен Крупный Красивый Картофель Вот Она Люсинда Но Она Как Все Девочки Капризная Поэтому На Второй Урожай Ее Пробовать Можно Но В первом Урожай Ей Достаточно Тяжело Она Закладывает 9-10 Клубни Они будут Красивые Крупные Но Это Будет Второй Урожай Еще раз Повторю Вот Значит Мы Переходим К Сагите Сагита Сорт Многоцелевой Мы Его Активно Продвигаем Как Сорт Который Может Ити На Вакуумную Упаковку То есть Когда Мы Делали Опыты В своей Команде У нас Очень Творческий Коллектив Творческая Команда Сорт Сагита После Чистки Практически Сутки Лежал Не чернее То есть Другие Сорта Почернели Покрылись Налетом Выступил Крахмал Сагита Как лежала Беленькая Так Она Беленькая И осталась Поэтому Кроме Того Что Сагита Идет На Вакуумную Чистку Упаковку Сагита Еще идет И на Картофель Фри То есть То что Она Сейчас Кругленькая Это Пока Во втором Периоде Вегетации Сагита Вытягивается И таким Образом Формирует Клубень Как Кабачок Вытянутый Так Я Привлекла Все силы Для того Чтобы Вы Начали Фантазировать О Картофеле Фри Так Мы Переходим К Мемфису Мемфис Это Сорт Который Никогда Не будет Супер Урожайным Никогда Вы Про него Не скажете Вау Но Он Стабильный Середнячок Вы знаете Как Вот Такой Хороший Троечник В школе А как Вы Сами Знаете В школе Как Раз Из Троечников Потом Вырастали Талантливые Люди Вот Мемфис Из Этой Категории Он Стабилен Он Дает Где-то 9-10 Клубней На Растения Но Эти 9-10 Клубней Будут Ровненькие Невзирая На то Что Он Похож На Тот Сам Ред Скарлетт Который У вас Здесь Себя Зарекомендовал Не Очень Хорошо Дефектов Мякоти Мемфис Давать Не Будет Но У него Двойная Кожура Он Устойчив К Механике Он Очень Красив В Жарке Это Мои Личные Предпочтения Мемфис Жарки Вот Поэтому Мемфис У вас На раннем Продукте Наверное Не Очень Актуален Сорта На самом Деле Краснокожурных Сортов У нас Мало Вот И На Сегодняшний День В общем-то Это Всего Два Сорта Про Мемфис Я Рассказала Остался Еще Один Сорт Это Церата Сорт Церата Достался Нам От Компании Стэд Которая Вошла В состав HZPC Поэтому Когда Вам Говорят Про Сорт VR808 Про Сорт Церата Это Все Сорта Принадлежащей Компании HZPC Теперь Вот Сорт Церата Мой коллега Который отвечал За Южный Федеральный Округ Однажды Сказал Такую Фразу Которую Я запомнила И готова Передать Ее Вам Она Яркая Как Редиска Вот Церата Она Яркая Как Редиска Невзирая На то Что Вы Сами Знаете Что У вас На Жаре Сорта Краснокожурные Яркость Теряют Это Особенность Практически Всех Сортов Вот Церата Которая Яркая Как Редиска Переживает Жару За счет Того Что У нее Клубнеобразование Начинается Как раз На пике Жары И Когда Идет Накопление Цвета В кожуре Жара Уже Чуть Спадает Сорт Поздний Это 110-120 Дней Вегетации Сорт Хранения Но Тем не менее Она Яркая Как Редиска Волгоград Ставрополь На этом Сорте Получают Достаточно Красивый Товарный Вид Клубней Если Кто Фанат Краснокожурных Сортов Вот Пожалуйста Прошу Любить И Жаловать Следующий Сорт Который Мы Представляем Это Сильвана Сильвана Меня Удивила В Ростовской Области Сейчас Скажу Чем Сорт 90-дневный Но Когда Мы Стали Копать Она По Размеру Оказалась Крупнее Колумбы Как Вы Думаете Почему Я Слышу Массу Голосов Вы Правильно Угадали Значит Сорт Сильвана Очень Хорошо Держит Жару И В то Время Когда Колумба Была Приторможена В росте За счет Того Что Ей На Жаре Тяжеловато Сорт Сильвана Продолжал Расти Поэтому Здесь Она Выглядит Очень Прилично И Вот По Моим Вкусовым Предпочтениям Сильвана Это Дайте Мне Картофель Который Вот Так Полопается Чтобы Сверху Маслицем И Укропчиком Посыпать И Чтобы Мне Было Вкусно Сильвана Это Вкусно В бар При Этом Видите Хорошо Что Держит Жару От Сильвана Мы Переходим Сильвана 90 Дней И Остановлюсь На Моменте Как Читать Все Символы Если Вдруг Вопросы Возникают Вы Можете Спрашивать Это Традиционный Рынок И Сегмент Мойки Упаковки Дальше Идут Уникальные Особенности Сорта Период Вегетации Обозначен Вот здесь Линией Сердца И Дальше Идет Тип Варки Если Вам Нужны Какие-то Технические Детали Вы Можете Навести Свои Телефоны На QR Код И Тогда Выйдите Напрямую На Нашем Сайте На Характеристики Сорта И На Нашем Сайте Вы Сможете Оставить Свои Заявки Выйдя По Этим QR Кодам Вы Сможете Оставить Свою Заявку На Контракт Если Вы Готовы Контрактоваться Прямо Сейчас Да Я стараюсь У меня Осталось Чуть Значит Про Марисоль Сорт 75 дней Крупно Клубневый Если Кто-то Любит Работать С С Среднеранними Сортами И Уделяет Большое Внимание Размер Клубни То Это Марисоль Но Она Достаточно Трепетно Относится К хранению Поэтому Я Лично Рекомендую Марисоль Как Сорт Ранней Группы Под Раннюю Уборку И Последнее То Ради Чего Мы Сюда Приехали У У нас Есть На 5 дней Вегетации Он Выведен По Программе Сортов Экстенсивных То есть Сорта Которые Не требуют Больших Частых Обработок От Фитофторы От Альпернарии Он Хорошо Держит Хорошо Устойчив К болезни При этом Сегодня Мы С ребятами Уже Копали Картофель Подходили Картофелеводы Ростова Вот Там Дальше Уже Можно Посмотреть Мы Просто Доставали Растения И Смотрели На Закладка Это Закладка Одной Волной Поэтому У вас Есть Все Шансы Стать Счастливыми Обладателями Сорта Камелия Которые Мы Сегодня Предлагаем Спасибо Вам Огромное Самые Стойкие Картофелеводы